Всем привет! Сегодня я вас познакомлю с исполнителем Черепашка на языке Луа. Этого исполнителя написал Пол Ключенко. Он также автор известного нам Zero Brand Studio. Ну, а автор урока я. Это первый урок из серии про черепашку. Так, ну давайте подготовим наш компьютер к занятию. Создаем на диске папку для работы Учим Луа. Создаем в ней папку со своей фамилией. Создаем потом в ней папку с названием тема черепашка. Ладно, понятно. Открываем проводник. Так, диск С. Создаем папку правой. Ага, нужно на пустом месте было, не на файле. Щелкнуть правой кнопкой. Вот на пустом месте щелкнул. Появилось создать папку. Учим Луа. Здесь создаем папку со своей фамилией. У меня фамилия такая. Так, и какую тему мы будем изучать? Какая серия уроков у нас будет? Черепашка. Как там в уроке написано? Да, черепашка. Черепашка. Создать папку. Черепашка. Готово. Дальше что нам нужно? Нужно скопировать модуль portal.lua. И мы этот модуль, это такая штука модуль, который будет для нас рисовать черепашку на экране, чтобы мы не тратили на это время. Когда мы изучим язык Луа получше, мы сами сможем написать подобный модуль с более умной черепашкой. Так, ну откуда мы будем его копировать? Если вы исследовали моему уроку, где я рассказывал, как Zero Brand Studio поставить на компьютер, то у нас он установлен по такому пути. Диск С, Луа, Zero Brand Studio. В принципе, если вы поставили его по какому-то другому пути, по умолчанию, просто заходите в папку, куда вы установили Zero Brand Studio. Так, и нужно скопировать файл Turtle.lua в свою папку, которую мы только что создали. Хорошо. Я хитро сделаю. Я открою еще один проводник. Переходим на диск С. Луа, Zero Brand Studio, My Programs, ищем здесь Turtle. Вот он файлик. Копируем. Копировать. Теперь переходим в нашу папку. Делаем вставить. Получился. Получилось. Так, давайте теперь откроем этот файл. Так, подождите, давайте по порядку все идем. После того, как мы создали... Ага. Нужно создать файл проекта. Значит, запустили Zero Brand Studio. Нажимаем создать новый документ, ну или файл создать. Создать. Нажимаем дискетку. Он спрашивает, куда его сохранить. Ну, мы его сохраняем по тому пути, который мы для себя создали. Учим Луа. Ваша фамилия Черепашка. Не перезапишите вот этот файл. Этот модуль, мы его не трогаем. Он у нас один будет для всех уроков про черепашку. Давайте здесь заменим имя на какое-нибудь осмысленное. Например... 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 Угу. Лессон 1. Урок 1. Сохранили. Так. Ну, как работать с Zero Brand Studio? Напоминаю. Вот мы сохранили файл, но здесь в проекте мы не видим почему-то список наших файлов, которые хранятся в нашей папке. Для того, чтобы перейти, сделать текущую папку, вот эту вот нашу папку, С, Учим Луа, ваша фамилия, Черепашка, сделать рабочей, текущей, мы должны нажать вот на эту кнопку. Значит, находимся в том файле, который мы сохранили. Все. Теперь мы видим путь наш. Видим наш урок 1. И видим модуль Черепашка. Можно его открыть, посмотреть, какой тут... Как тут много кода. Пол Ключенко действительно постарался сделать такой замечательный модуль. Но нам этот код не нужен. Не нужно на него пока смотреть. Так. Ага. Следующий пункт. Подключите модуль Черепашки в первой строке вашей программы. Давайте идем в нашу программу. Наша программа находится в файле Lesson 1. Lesson 1. Подключаем модуль Черепашки. Require и в кавычках. Дальше вы... Когда мы будем учить Луа, вы узнаете, что это ключевое слово, require, требует и загружает все программы, все функции, точнее, из модуля с названием Turtle. И заметьте, что мы не даем расширения точка Луа. Мы пишем просто Tort. Сохранили. Теперь попробуем запустить. Проверяем, что вот здесь в правом углу интерпретатор у нас стоит Луа. Все нормально. Запускаем. Я опечатку сделал. Пропустил здесь букву I. Require. Да, видите, теперь ключевое слово подкрашено синим цветом. Значит, все правильно. Запускаем. Все запустилось, но мы ничего не видим. Ну, давайте посмотрим, что же умеет наша Черепашка, чтобы мы ее увидели. Ага. Здесь мы видим большой список команд, которые умеет исполнять Черепашка. Сегодня мы, я вам сейчас расскажу про все команды, но сегодня мы воспользуемся всего несколькими командами. Так. Show. Показать всех черепашек на экране. Вы знаете, что можно иметь на экране не одну черепашку, а хоть тысячу черепах. Hide. Попросить наших черепашек спрятаться. Когда черепашки закапываются в песок, мы перестаем видеть черепашек на экране, но мы видим то, что они на этом песке нарисовали. Ну, или ладно, у нас не песок, у нас будет белая доска. Turtle. Вот все названия, видите, коротенькие. Пол Крученко, он их специально, чтобы меньше букв печатать, он здесь написал не полное название черепашки, а четыре буквы всего. Т-р-т-л и номер. Создать черепашку. Если мы у себя в программе не будем создавать черепашку, то программа для нас сделает это за нас. Одна черепашка по-любому создастся. Зачем нужны несколько черепашек? Ну, например, мы хотим устроить соревнование. Две черепашки, какая быстрее пойдет до края экрана. Так, пик. Пик это выбрать черепашку или черепашек. Мы можем, например, выбрать черепашку номер один и черепашку номер три. Когда у нас черепашки выбраны, они слушаются наших команд. Например, у нас три черепашки, есть первая, вторая, третья. А мы выбрали первую и третью и просим их, идите вперед. Только первая и третья черепашки пойдут вперед. Ну, мы этой командой сегодня пользоваться не будем. Вот наша любимая команда и любимая команда нашей черепашки называется Move. Двигайся. Черепашка у нас, когда мы просим ее двигаться с помощью команды Move, двигается на заданное расстояние. Мы обязательно должны писать Move и в скобочках писать в точках, на сколько точек должна передвинуться наша черепашка. И она двигается только вперед. Куда вот у нее смотрит нос, туда она и идет. Turn. Повернись. Мы можем попросить нашу черепашку, когда она отдыхает, стоит на месте, мы можем ее попросить повернуться налево или направо на заданное количество градусов. Про эти повороты и градусы я вам попозже расскажу. Jump. Ну надо же. Можно было назвать черепаха-кузнечик, наверное, нашу черепаху. Ну ладно. Jump это то же самое, что Move, только с поднятым фломастером, ручкой. Что за фломастер такой у нашей черепашки? Я вам расскажу. Back это с текущей точки, где у нас находится черепашка, нужно двигаться в противоположную сторону, ну пятиться назад. Понятно. То же самое, что Move, только черепашка у нас идет назад. Если мы здесь написали Back 10, то черепашка попятится на 10 пикселей назад. Так. Ну, следующие команды. Следующие команды касаются ручки, выбора цвета ручки нашей. У нашей черепашки, оказывается, есть такая цветная ручка, и мы можем менять ее цвета. Так. Ну, давайте-ка сначала, вот, команда есть. Ручка по-английски Pen, поэтому у нас команды так и называются. P-N-C-L PenColor Выбери цвет ручки. По умолчанию черепашка черным цветом. Так что мы эту команду можем, в принципе, не писать в нашем уроке. У нас в лапе нашей черепашки уже есть черный цвет. Pen Down. Это означает, опусти вниз на доску, на нашу белую, на которой будет рисовать черепашка. Если черепашка опускает свой фломастер ручку на нашу доску, и после этого вы ее просите двигаться вперед, то за нашей черепашкой останется черный след. Ну, или тот цвет, который мы задали. А если мы хотим, чтобы за нашей черепашкой не оставался никакой след, мы просим черепашка, подними лапу со своим фломастером, подними ее вверх. Так, после того, как фломастер поднят, и мы просим черепашку двигаться вперед, за ней никакого следа оставаться не будет. Так, ну мы можем выбрать толщину, можем взять потолще, какой-нибудь маркер. Pen Size Размер в точках. Ну, например, по умолчанию там, по-моему, размер единичка. Так что размером с одну клеточку, с одну точечку будет. Так, ну, PenColor я уже сказал. А вместо цвета мы должны подставлять вот такую вот вещь. Color. Вы, наверное, на уроках рисования знаете, что все цвета у нас смешиваются из трех основных цветов. Красный, зеленый и синий. Red, Green, Blue. Так что, если мы хотим нарисовать, выбрать красный фломастер, мы должны вызвать вот эту вот функцию, написать Color, скобочка. Здесь мы пишем 255. Это самый-самый красный. Значения могут быть от 0 до 255. Например, здесь мы пишем 255. Дальше. Зеленого цвета мы не примешиваем, пишем здесь 0. Синего не примешиваем, тоже пишем 0. И скобочку закрываем. Вот эта А нам не нужна. А это прозрачность. Ну, это с какой силой вы, наверное, давите на эту ручку, чтобы через нее просвечивало то, что уже нарисовано было, или нет. Так, ну а вот такая Rank – это случайный цвет. Например, вы хотите, чтобы при каждом запуске ваша черепашка рисовала любым случайным цветом. Ну, у нее, например, вот есть набор карандашей. Видите? Разных цветов. Чтобы она выбирала каждый раз случайный. Ну, значит, мы это потом посмотрим на следующих уроках. Это приятная команда, которая может нам помочь. Так, дальше. У черепашки это не совсем команда. Это полезная такая функция, которая может выдать нам случайное число. От 0 до лимита. Например, если мы вызываем вот эту функцию RAND100, то мы получим число от 0 до 100. И мы можем эти случайные числа использовать вот в этих командах. Например, MOVE. Вместо расстояния мы можем писать. MOVE, скобочка открывается. Дальше пишем RAND, скобочка открывается. 100, скобочка закрывается. И не забудьте вот здесь скобочку закрыть. Черепашка пройдет вперед на случайное количество пикселей. От 0 до 100. Вот красным цветом очень важная выделена команда. WAIT. Подожди. Потому что черепашка так быстро ходит, что она может выполнить все ваши команды. За одну секунду вы не успеете рассмотреть, куда же там ваша черепашка сходила, что она нарисовала. Поэтому мы же можем написать WAIT. И мы можем задать количество секунд. Сколько секунд ждать черепашки. Секунды это довольно долго. Вы сами поэкспериментируете. Поэтому будем использовать дробные числа. Например, 1 десятая секунды. Мы пишем WAIT 0.1. Вы сейчас все посмотрите, когда я буду программу запускать. Ну а команда save, которая позволяет в конце нашей программы сохранить рисунок, который нарисовала черепашка. Файл, который можно выложить во ВКонтакте или послать по электронной почте учителю, чтобы он увидел, что же ваша черепашка рисует. Ну или вообще друзьям, родителям похвастаться. Так. Система координат. Уф. Я немножко заскучал. Давайте мы к этой системе координат вернемся. Давайте сначала нашу черепашку нарисуем. Так. Пишем show. Хотя зачем я пишу show? Так. Давайте закомментирую двумя минусами. Посмотрим. Давайте напишем WAIT. Я хочу посмотреть. Вообще, черепашка у нас сейчас появится на экране или нет? Так. Я не вижу на этом экране никаких черепашек. Убираю комментарий. Значит, чтобы команда выполнилась. Вот у нашей черепашки есть две команды. Show. Значит, покажи себя. И жди. Так как я здесь не написал никаких чисел, то ждать она будет вечно. Пока мы не нажмем крестик. Так. Что? Ладно. Создадим черепашку. Все равно не вижу. Ладно. Давайте тогда попробуем нашу черепашку. Попросим сходить. 40. Zero Brand Studio сейчас показывал подсказку. Это не имеет отношения к нашей черепашке. 40. Так. Ну хорошо. Я вижу. Я вижу, что что-то у нас здесь появилось. Так. Давайте show. Ладно. Не будем с этим заморачиваться. Давайте будем рисовать. Давайте выберем теперь цвет. И вы заметили. Смотрите. Так. Команды. Помните, я вам говорил, что можно поднимать ручку нашу pen. И можно это опустить. Pen down. Опустить. Pen up. Поднять. Так. Кстати, я не помню, забыл сказать или нет. Если мы просим нашу черепашку прыгнуть на какое-то расстояние, она прыгает, отрывая ручку от земли. Получается, во время прыжка она ничего не рисует. Но это вы тоже сможете посмотреть, когда будете испытывать. Так. Давайте выберем цвет и толщину нашей ручки. П, Н, С, З. Так. Пусть будет три точки в толщину. Запускаем. Да, вот я вижу уже такой толстенький. Давайте не три, а давайте еще больше. Десять. И пусть у нас не на сорок, а на сто, например, точек сходит. Черепашка. Отлично. Давайте теперь выберем цвет. Pen. Цвет. Как там у нас цвет выбирать? С помощью функции Color. Давайте я проверю. Так, так, так. Да. Color RGB. Мы хотим красный цвет. 255. Следующий у нас после красного RG. G это green, зеленый идет 0. А B это синий 0. Давайте запустим. Отлично. Получился красный цвет. А я хочу, чтобы дальше черепашка уже рисовала зеленым цветом. Зеленым цветом. Значит, в красном будет 0, а в зеленом будет 255. Ага, понятно. Вот и видно черепашку. Вот она зелененькая, но она здесь упрощенно нарисована. У нее остренький нос. Так. Это означает, что если бы мы выбрали цвет для нашей черепашки. Давайте, кстати, я вот эти вот команды уберу. И вы увидите, что у нас все равно все работает. Да. Все работает. Но только почему-то мы... А, да. И тут show. Не показать черепашку. Показать черепашку. Все равно не видно. Создать черепашку. Если мы создаем черепашку, то тогда у нас во время рисования будет видно эту черепашку. Так. Цвет выбрали, но не сказали черепашке двигаться. Давай, черепашка, двигайся еще на 100. Я вот так пустыми строками разделю наши команды. Здесь мы ставим цвет красный и говорим, черепашки, двигайся на 100. А здесь мы выбираем цвет зеленый. Говорим, двигайся на 100. И давайте запустим. Так, черепашка у нас очень быстро двинулась. А давайте, если поставим паузу сюда. Делаем одну секунду. Паузу, одну секунду. И наблюдаем за нашей черепашкой. Ага. Мы увидели. Увидели движение. Ладно, нам эти паузы не нужны. Давайте посмотрим, что нам нужно сделать по уроку. Дальше. Система координат. Угу. Да, когда мы запускаем движение нашей черепашки, то появляется квадратное окошечко. Наша черепашка где-то в центре этого окна спрятанная. И когда мы ее просим двигаться вперед, она движется вперед вот сюда. Это означает, что черепашка каждый раз стартует, носом повернувшись на восток. Сюда, в эту сторону. Так, а давайте мы попросим нашу черепашку двигаться на север. Вверх, значит. Давайте на эти координаты. Мы пока не смотрим. Смотрим на углы. Знаете, что такое поворот на какой-то угол? У меня вот есть такая подсказочка. Поворот на 360 градусов. Что за поворот на 360 градусов? Вот смотрите, наша черепашка изначально смотрит вправо. Мы ее просим повернуться на 360 градусов. А 360 градусов, это означает, что черепашка повернется и станет лицом точно в том же направлении, что и была. Если мы хотим развернуть черепашку назад, то мы просим ее повернуться на 180 градусов. В школе вы все это будете проходить. Кто-то уже, наверное, проходил. А если мы хотим черепашку нашу развернуть вверх, то нам нужно попросить ее повернуться всего-навсего на 90 градусов. Помните, что во всем круге 360 градусов. Так что, если разделить эти 360 градусов на 4, сколько получится? Получится 90. Итак, просим нашу черепашку повернуться на 90 градусов. Торн 90. Наша черепашка начала двигаться вниз. Почему? Сейчас объясняю. Так. Наша черепашка левша, видимо. Поэтому, когда мы поворачиваемся на 90 градусов, она поворачивается направо. Вот сюда. Значит, она была лицом сюда смотрела. Просим ее повернуться на 90 градусов. Она отсчитывает эти 90 градусов. Лицом уже вниз смотрит. Так. Ну а давайте тогда, если наша черепашка левша, что сделать, чтобы развернуться в противоположную сторону? Мы можем просто минус добавить. Минус 90. Развернись в обратную сторону. Отлично. Наша черепашка повернулась вверх. Так. А что будет? Ну давайте дальше. Тут у нас урок уже заканчивается. Первая программа. Нарисуем квадрат. Ну, наверное, вы догадались, как рисовать квадрат. Сначала мы идем на какое-то расстояние. Потом просим черепашку повернуться на 90 градусов. Потом идем на это же расстояние. Еще раз повернуться на 90 градусов. Еще на расстояние. Еще раз повернуться на 90 градусов. И еще раз на расстояние. И черепашка вернется в ту точку, откуда она начинала. Так. Давайте-ка... я все-таки сделаю ширину нашей ручки у черепашки троечку чтобы было видно и пишу рисование квадрата так мы с вами уже изучали переменные давайте чтобы я не вводил все время числа я буду использовать переменный local ребро да в zero brand studio можно в принципе использовать русские буквы в названиях переменных но это делаю только во время урока вас я прошу все-таки использовать английские буковки когда вы называете переменные или что-то еще так ребро ребро нашего квадрата пусть она будет 150 точек запускаю черепашка ничего не рисует конечно мы же ее не попросили двинуться на расстояние ребра а здесь пишем ребро что у нас произойдет черепашка увидела что мы вызываем ее команду с переменной ребро и она возьмет значение переменной ребро у нас сейчас в ребре 150 отлично вот она наша черепашка сходила дальше повернем черепашку на 90 градусов неважно у нас черепашка левша или правша тур на 90 можно тоже 90 занести переменную но в принципе хороший угол не будем мы ничего это заносить повторим 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 по моему хватит нам получился квадрат так давайте сделаем это конечно а для для вас задание что будет если повернуть черепашку перед рисованием действительно посмотрите на нашу программу мы сразу начинаем двигаться а что будет если мы добавим сюда команду поворота turn на какой-то градус но это вы пожалуйста уж сами посмотрите а сейчас я хочу добавить вот эту вот команду которая называется ранк и пен колор хочу чтобы у нас рисовался разноцветный разноцветные ребра пен колор пен колор пен колор пен колор по моему так нет я ошибся пранк вот он ранк ранк отлично запускаем еще раз уже синий цвет запускаем еще раз опять какой-то фиолетовый запускаем еще раз другой цвет так а если мы сейчас попросим перед каждым движением перед каждым рисованием движение движение выбирать новый цвет отлично ну и давайте цвет черепашки тоже зададим если она там конечно рисуется смотрите какой у нас замечательный квадрат получился с разными с разноцветными сторонами изменения того чтобы пленочка не затем